Издательский дом Союз И издательство «Покидышев и сыновья» представляют Борис Акунин Сокол и ласточка Роман Круизный лайнер «Сокол» Весна 2009 года Николай Александрович читает письмо СМ 25 февраля 1702 года Моя истинно любимая Беттина В соответствии с уроками Эпистолярного этикета Преподанными незабвенной Мисс Хеджвуд Письмо персоны Находящейся в длительном путешествии Должно начинаться с благопожелания Адресату Затем коротко коснуться Сфер небесных серич погоды Оттуда перейти к области Земной серич Описанию места пребывания И лишь после этого Плавно и размеренно Подобно течению равнинной реки Следовать по руслу Приключившихся событий Перемежая он и Глубокомысленными Но неутомительными рассуждениями И высоконравственными Сентенциями Что же, попробую Будь здорова крепко духом И не унывай Насколько это возможно В твоем положении Пусть дорогие мне стены Служат не только убежищем Твоему бедному телу Но и опорой Твоей кроткой душе Таково мое тебе Благопожелание И больше, памятуя О своем обещании Не коснусь Сего грустного предмета Ни единым словом О небесных сферах Лучше умолчу Чтобы не сбиться На выражения Недопустимые В благонравном письме Во все время Моего путешествия Погода была Гнусной А небо Сочилось дождем Мокрым снегом И прочей дрянью Напоминая Вечно хлюпающий нос Господина Обер-коммерц-советника Ах, прости Сравнение Само соскочило С кончика Моего пера Не ласкала Моего взора И область земная Нынешняя война Мечет свои громые молнии Вдали от моего маршрута Но дороги За германскими пределами Отвратительны Постоялые дворы Нечисты А извозчики Вороваты Однако я не стану Тратить время На сетывание По столь Малозначительному поводу Ибо здесь В городе Куда так рвалась Нетерпеливая душа моя Довелось мне столкнуться С нечистотой И вороватостью Куда горшего толка Честно признаюсь тебе Милая моя Беттина Что пребываю в страхе Тревоге И малодуши Препятствия Возникшие на моем пути Оказались труднее Чем представлялось издалека Но, как говорил Когда-то мой дорогой отец Ободряя меня Перед скачкой Через барьеры Страх для того и существует Чтоб его побеждать А препятствия Ниспосылаются нам Господом Дабы мы их преодолевали Это, как ты Несомненно поняла Была Высоконравственная Сентенция От которой я сразу Перейду К глубокомысленному Рассуждению Чему быть Того не миновать А бегать От своей судьбы В равной степени Недостойно И глупо Все равно не убежишь Лишь потеряешь Самоуважение И честь Моя судьба Похоже Уготовила мне дорогу Гораздо более Трудную и долгую Чем мнелось нам С тобою Город С.М. Самое имя Которого Сделалось мне До того неприятно Что я предпочитаю Обозначать его Лишь первыми буквами Очевидно Превратится Из конечного Пункта Моей поездки В отправную Точку Путешествия Гораздо более Дальнего И опасного Боюсь У меня нет Иного Выхода Арматор Лефевр В переписке Казавшийся Столь любезным И покладистым Джентльменом Искренне Заинтересованным В успехе Моего предприятия При встрече Оказался Выжигой Наихудшего Сорта Назначенная Им цена Многократно Выше Той О коей Мы сговорились Но это еще Полвиды Гораздо Тягостнее Дополнительные Условия От которых Я не могу Отказаться А еще Более того Томят Меня Недоброе Предчувствие И тягостное Недоверие Которое Вызывает У меня Этот человек Но Чему быть Того Не миновать Лишние Расходы Меня Не остановят Ибо Сокровище За которым Я отправляюсь С избытком Окупит Любые Траты Ибо Воистину На свете Нет Приза Дороже Этого Что ж до опасностей То страшиться Их простительно А готовиться К ним Даже Необходимо Но Стыд Тому Кто Из боязни Отказывается От высокой Цели Прости Простив Что пишу Сбивчиво И Не называю Вещи Своими Именами Но В эти Смутные Времена Ни к чему Доверять Бумаге Лишнее А Предстоящее Мне плавание Не совсем Безупречно С точки Зрения Закона Думаю Ты и так Поняла Что я Отправляюсь В путь Лично Иначе У меня Не будет Уверенности Что дело Исполнится Должным Образом В конце Концов Чтобы добраться До СМ Мне пришлось Потратить Почти Столько Же Времени Не говоря О перенесенных Мне Испытаниях Когда Я расскажу Тебе О них Ты Содрогнешься Итак Страшись За меня Я попаду Во владение Ужасного Мулая Завидуй Мне Я увижу Сказочные Чудеса Молись За меня Я очень Нуждаюсь В молитве Чистого Сердца Твой Самый Любящий И верный Друг Эпин Николай Александрович Фондурин Перевернул Ломкий Лист Покрытый Ровными Строчками Буро-коричневого Цвета То, что Почерк Был Старинным А чернила Выцвели Беглому Чтению Не помешало У магистра Истории Имелся Большой Опыт Расшифровки Старинных Документов Часто Находившихся В куда Худшем Состоянии Теплоход Слегка Качнуло На волне Пришлось На секунду Прикрыть Глаза Сразу Подкатила Тошнота Вестибулярный Аппарат Никак Не желал Привыкать К качке Впрочем Ника Не мог Читать Даже В машине На идеально Ровном Шоссе Немедленно Начинало Мутить На огромном Океанском Лайнере Качка Ощущалась При волнении Больше Четырех Баллов А сегодня Судя по Сообщению В корабельной Газете Falcon News Ожидалось Не больше Трех Должно быть Корабль Колыхнула Одиночная Волна Переросток Едва Пол Выровнялся Фондурин Открыл глаза И прочел Надпись На обороте Триста Лет назад Конверты Были Не в ходу Частные Письма Обыкновенно Складывали Запечатывали И писали Адрес На чистой стороне Губы Николая Александровича Издали Сладострастный Причмокивающий Звук Кое-что Начинало Проясняться Благородной Госпожа Обер Коммерц Советницы Беттини Мюнхле Урожденной Баронессе Фон Гетц В ее собственные Руки Замок Теофельс Близ Швебешхилля Замком Теофельс Когда-то Владело Семейство Фондорнов Которому Принадлежал И Ника Посвятивший Значительную Часть жизни Исследованию Истории Своего рода Любой документ Имеющий Хотя бы Самое косвенное Отношение К Теофельсу Представлял Для Фондорина Несомненный Интерес Знакомой Ему Была и Фамилия Мюнхле Так Первоначально Звали Новых Владельцев Которым Замок Перешел Теофельсу Теофельсу Роди Роди Источником Заработка Для Николая Александровича Поэтому Головоломки Он не Испугался А решил Что Попробует Совместить Плоды Образования Как-никак Шесть лет Кембриджа Плюс Четверть Вековой Опыт С Дедуктивными Способностями Он Перечел Документ Еще Несколько Раз Повертел Так Это Пощупал Фактуру Бумаги Даже Понюхал Аромат Безвозвратно Ушедшего Времени И Непостижимой Тайны Кружил Голову Безвозвратно Ли Так Так И Непостижимой Случалось же ему Прежде Поворачивать Время Вспять И Отмыкать Замки Ключ От которых Казалось Навсегда Утерян Что Если Теперь Удастся Осмысление Прочитанного А также Осмотр Ощупывание Обнюхивание И Облизывание Фандорин Еще и Лизнул Темное Пятно Которое Осталось От давно Искрошившегося Сургуча Позволяли Со значительной Степенью Вероятности Предполагать Следую По Профессиональной Привычке Ника Начал Не с Текстологического Исследования И контент Анализа А с Деталей Второстепенных О которых Бывает Забываешь Если Сразу Углубиться В содержание Документ Долго Хранился В связке Или Папке Крест-накрест Перехваченной Шнурком Виден Вдавленный След Держали Его по соседству С другими Бумагами Более Поздней Эпохи На обороте Просматриваются Фиолетовые Разводы Это Чернил Девятнадцатого Столетия Скорее Во времена Людовика Людовика Производили На Авернских Мануфактурах Письмо Очевидно Дошло До Адресата Во всяком Случа Было Распечатано В Теофельсе Это Заключение Можно Сделать По Разрезу В первой Четверти Восемнадцатого Века Владельцы Замка Пользовались Одним И тем Же Ножом Для Бумаги Оставлявшим Характерный Зигзаг Теперь Почерк Каллиграфический Ровный Почти Без Индивидуальных Особенностей Так Вне Зависимости От Пола Писали Отпрыски Хороших Семей Получившие Стандартное Благородное Образование Можно Не сомневаться Что Мистер Или Скорее Мсье Недаром Женад Э Стоит Акцент Эпин Происходил Из Дворянского Рода И Обучался В привилегированном Учебном Заведении Либо же Получил Образование Дома Что Тем более Означает Принадлежность К аристократии Лишь После этих Предварительных Выводов Николай Александрович Разрешил Себе С бьющимся Сердцем Вникнуть В суть Послания Под аббревиатурой С.М. Наверняка Скрывается Город Сен-Мало Это был Главный Французский Порт Эпохи Там Обитали Богатейшие Судовладельцы Арматоры Отважные Капитаны И свирепые Корсары Наводившие Страх На английских Купцов Ужасный Мулай Это конечно Марокканский Султан Мулай Исмаил Гроза Средиземноморья Людовик XIV Был Единственным Из европейских Владык Кого этот Кровожадный Деспот Чтил И с кем Поддерживал Постоянные Дипломатические Отношения Нет ничего Удивительного В том Что загадочный Эпин Которому Зачем-то Понадобилось Совершить Путешествие Во владении Мулай Исмаила Был вынужден Обратиться К карматору Из Сен-Мало Кроме как На французском Корабле Попасть В Марокко В 1702 Году Было Невозможно Ну а теперь Главное Ради Какого Сокровища И Приза Дороже Которого Нет на Свете Вознамерился Эпин Предпринять Дальнее И рискованное Плавание Да еще В столь Тяжелое Время На суше И на море Уж скоро год Как шла Большая Резня Вошедшая В историю Под названием Войны За Испанское Наследство Вот Пожалуй И все Что можно Выудить Из этого Листка Бумаги Тетя Синтия Наверняка Знает Что-то Еще Достаточно Вспомнить Как Значительно Поглядела Она На племянника Поверх очков Своими Небесно-голубыми Глазками Как Воздела Костлявой Палица Прошептала Возьми И Прочти Я хотела Сделать Это Позже Но После Того Что Случилось Ты Сам Все Поймешь Ты Умный Мальчик А я Должна Прийти В себя Выйду Через Девяносто Шесть Минут И Величественно Укатила На своей Коляске В спальню Среди Прочих Чудачеств Старая Дама В последнее Время Еще и Увлекалась Нумерологией Самыми Благоприятными Числами Считала Восемь и двенадцать Сон Продолжительностью В восемь на двенадцать Минут Должен был Полностью Восстановить Ее физические И нравственные силы Подорванные Инцидентом В бассейне Четверть часа Назад Получив От тети документ Ника Был слегка Заинтригован Не более Теперь же Буквально Бурлил От нетерпения Ждать Еще час Двадцать Пока тетушка Соизволит Выйти и Ответить на вопросы Это было невыносимо Но Зная Синтию Фандорин Отлично понимал Другого выхода Нет Еще никому И никогда Не удавалось Заставить Мисс Борсхет Переменить Принятые решения К тому же Потрясение Действительно Было нешуточным Старушка Безусловно Нуждалась В отдыхе Тетя Самых Честных Правил Николас Фендорин Так звучало Имя Николая Александровича На британский Манер Очутился Среди пассажиров Тринадцатипалубного Лайнера Фелкон Сокол Следующего Маршрутом Саутгемптон Карибы Саутгемптон Не по своей Охоте В люкс-апартамент Круизного Теплохода Нику Поместила Воля Двух женщин И Трудно сказать С какой Сторон На магистра Было Оказано Больше Давления Первая Из дам Приходилась Ему Двоюродной Тетей Кузина Покойной Матери Мисс Синтия Борсхет Старая Дева Всю жизнь Проведшая В Кентском Поместье С самого Рождения Доставляла Родственнику Массу Хлопот Она Безусловно Любила Своего Маленького Ники Но Будучи Существом Взбалмошным И Эксцентричным Изливала Свою Любовь Очень Утомительными Способами Во-первых Она всегда Знала Что он Должен Делать И Чего Не Должен Во-вторых Без конца Ссорилась С ним И мирилась Причем В результате Ссор Навсегда Вычеркивала Неблагодарного Из своей Жизни А в результате Примирения Дарила ему Дорогие Но Чреватые Проблемами Подарки Два Недавних Примера На 45-летие Мисс Борсхет Прислала Племяннику В подарок Золотые Часы 18 века Усыпанные Мелкими Бриллиантами Сначала За них Пришлось Уплатить Таможенную Пошлину Которая Произвела Зияющую Пробоину В семейном Бюджете Далее Оказалось Что у Золотой Луковицы 12-часовой Завод И ее Надо Подкручивать Дважды В сутки А про это Не всегда Вспомнишь И вообще Довольно Глупо Выглядит Интеллигентный Человек Который Выуживает Из кармана Эткое Помпезное Тюрлюрлю Будто Какой-нибудь Майкл Джексон Или Киркоров А оно Ведь еще И отзванивает Боже Храни короля Обычно В самый Неподходящий Момент Главная Катастрофа Приключилась Когда В капризном Хронометре Что-то Сломалось По бестолковости Николай Александрович Не удосужился Спросить Во сколько Обойдется Починка До ремонта Ну а потом Было уже поздно Чтобы расплатиться С мастером Пришлось Продавать машину Избавиться От часов Не представлялось Возможным Тетя Очень хорошо Помнила Все свои подарки И часто Интересовалась Пользуется Ли ими Племянник Ах Что Часы На последний День рождения Ника Получила Тетушке Подарочек Того Пуща Озабоченная Тем Что мальчик Растеряет В России Последние Остатки Аристократических Манер Синтия Преподнесла Бедному Фондорину Одну Седьмую Чистокровного Жеребца Одна Седьмая Означало Что Конем Он Владел На Паях Еще С Шестью Собственниками И мог Кататься Один Раз В Неделю Воронова Стюарта Пятого Тетя Разыскала На сайте Шикарного Подмосковного Клуба Пленилась Звучным Именем И Фотографиями Заплатила Какие-то Сумасшедшие Деньги И Николай Александрович Оказался Совладельцем Злобного Кусачего Монстра Которому И подойти Было Боязно Дальше Так Плата За Членство В клубе Пришлось Брать Заем В банке Ежемесячные Собрания С остальными Шестью Компаньонами Ну и Рожи Ну и Разговоры По Понедельникам Поездки За город Через Многочасовые Пробки Чтобы Покормить Стюарта Пятого Сахарной Морковкой И сделать Очередную Фотографию Для Тетушки Карибский Круиз Тоже Был Подарком К 900-десятилетию Рода Фондориных Сам Женика Когда-то И раскопал Что Первый Фон Дорн Получил Рыцарские Шпуры В 1099 Году На 900-летие Тетя Помница Прислала Спец Трейлером Конную Статую Тео Крестоносца Для Установки На Дачном Участке Но Кошмарную Эпопею С памятником Предка Лучше Не Вспоминать Сколько Ушло Денег Времени И Нервов На То Чтобы Избавиться От Каменного Чудища Теперь Стало Быть Новое Причудо Океанское Плавание Три Года Назад Мисс Борсхет Перенесла Инсульт Усадившую Ее В инвалидное Кресло Однако Не Перешла К Пассивному Образу Жизни А Наоборот Всемерно Активизировала Образ Жизни Пока Ходила На своих Двоих Очень Неохотно Покидала Пределы Борсхет Хауса И Не Читала Ничего Кроме Дейли Телеграф Теперь же Освоила Интернет Существенно Расширила Круг Интересов И Пристрастилась К путешествиям По Убеждению Николаса Причиной Были Упрямство И Неисправимая Поперечность Характера Ничто Не Смело Ограничивать Свободы Синтии Борсхет Даже Параплегия Нижних Конечностей На приглашение Составить Тете Компанию В морском Круизе Николай Александрович Ответил Вежливым Но решительным Отказом Слишком Хорошо Он себе Представлял Во что Это Выльется Три Недели Он Будет Внимать По Учениям Как Исправить Свою Незадавшуюся Жизнь Тетя Считала Маленького Ники Неудачником И Возможно Была Права Но Давать Советы Другим Он Тоже Умел Это Собственно И Составляло Его Профессию Знал Он И Тетины Представления О Правильной Жизни Штука В том Что Не Все Люди На Свете Правильные А Если Человек Неправильный То И Жить Ему Следует Тоже Неправильно Три Недели Будет Выслушивать Шпильки В адрес Жены Алтын И Синтия Друг Друга Надух Не Выносили И Тетушка Все Ждала Когда У Племянника Наконец Раскроются Глаза После Истории С Принцессой Дианой Мисс Борсхетт Стала Чуть Терпимей Относиться К Разводам Допуская Их Целесообразность В Некоторых Исключительных Случаях Нечего И Говорить Что Брак Николаса Относился Именно К Этой К К А Еще Магистр Подозревал Унаследовал От Отца Синтия Борсхетт Родилась В семье Чаяторговца Разбогатевшего В послевоенные Годы И Как это часто Бывает С детьми Новоришей Придавала Очень большое Значение Аристократическим Глупостям Она Держалась Гранддамой Носила Только Антикварные Драгоценности И Любила Обронить В разговоре Имя Какого-нибудь Титулованного Знакомого Стало Быть В течение Трех Недель Она Будет знакомить Нику Со скучными Стариками И старухами Говоря Со значением Сэр Николас Второй Баронет Фэн Дорин Мой Племянник С той же Целью Чтобы выглядеть Побарственней Некоторые Заводят Породистого Пса Борзую Или Левретку Неужто Я Дожив До седых Волос Ни на что Лучше И негоден Пожаловался Ника Жене Белые Волоски Он у себя Обнаружил Недавно Расстроился Словно Получил Повестку С того Света И теперь Все время Поминал Свои Сидины Отвязаться От тети Синтии Было Очень Непросто Но В конце Концов Николай Александрович Наверное Отбился Б Если б Собственная Супруга Не нанесла Магистру Удар В спину Алтын Отнеслась К его Жалобам Без Сочувствия А Сразу И Безапелляционно Заявила Поедешь Как миленький Хотя Удивляться Было Нечему Супруга У Ники Была Дама Прагматичная Целиком Сосредоточенная На интересах Своей семьи А дела У Фондориных В последнее время Шли Не важно Консультационная Фирма Страна Советов И до Кризиса Перебивалась Из хлеба На квас Природа Обделила Николая Александровича Деловой Хваткой Мало Быть Хорошим Профессионалом Надо Еще Уметь Свои Способности Продавать А это Тоже Требует Профессионализма Но Иного Рода Агента Или Менеджера Который Рекламировал Достоинства Гениального Консультанта Отсеивал Невыгодные Заказы И выжимал Максимум Из выгодных У Фандорина Не было Сам же Он предпочитал Браться за дела Интересные От неинтересных Увиливал При этом Заработок Обычно Сулили Дела скучные А дела Увлекательные Частенько Оборачивались Прямым ущербом Взять Хоть минувший Год Самый Неинтересный Заказ Найти Рекламный Ход Для продвижения На рынок Нетрадиционного Для России Спиртного Продукта Напиток Назывался Кальвадос И никак Не желал Продаваться В массовых Количествах Ибо Название Его Трудно Выговаривалось А вкус Ассоциировался У населения С яблочным Самогоном Однако Заказчик Мини Олигарх С разнообразными Финансовыми Интересами Очень любил Благородный Нормандский Напиток Верил В его Российское Будущее И уже Купил Во Франции Компанию По его Производству Как быть Консультант Изучил Весь Портфель Инвестиционной Активности Клиента И быстро Нашел Эффективные Решения Не требующие Дополнительных Затрат Среди прочих Проектов Энтузиаст Яблочного Брэнди Вложился В съемку Телесериала Про брутального Хладнокровного Опера По прозвищу Ментол Рабочее Название Проекта Было Вам С Ментолом Николай Александрович Предложил Поменять Герою Кличку На Кальвадос Прошелся По сценарию Кое-что Подправил Мол У милиционера Такая Привычка Он Изживает Из своего Словаря Ненормативную Лексику Заменяют Ее словом Кальвадос Например Кальвадос Тебе В глотку Ребята Нам Кальвадос Настал И так далее Возникает Комический Эффект Звучное Словечко Застревает В памяти Теле Аудитории Название Сериала Будет Полный Кальвадос Заказчик От идеи Пришел В восторг На Полученный Гонорар Фондорин Заказал Себе В офис Дубовый Книжный Стеллаж Во всю Стену Давно О таком Мечтал Самое Интересное Дело В минувшем Году Было Такое По По Зашифрованной Грамотке Шестнадцатого Века Найти Клад Зарытый На реке Оскол Во время Нашествия Крымского Хана Девлет Гирея Месяц Захватывающей Работы В архивах И умопомрачительного Дедуктирования Две Недели Ползания По оврагам С металлоискателем И Наконец Блестящий Триумф Найден Кувшин С парой Сотен Серебряных Чешуек Общая Стоимость Клада По Акту Пятнадцать Тысяч Рублей При этом Находку Конфисковала Местная Милиция Из-за Неправильно Оформленного Разрешения На раскопки Таким Образом Доход Ноль целых Ноль десятых Убыток Полтора Месяца Времени Накладные Расходы Плюс Административный Штраф Зато Сколько Было Счастья Когда В наушниках Гаррета Раздался Победный Цветной Сигнал В общем и целом Годовой баланс У страны Советов Получился Удручающий Не лучше Складывались Обстоятельства И у Алтын Фархатовны Фондорины Профессия Которой Она когда-то Решила Себя Посвятить В современной России Окончательно Вышла Из моды И что еще Печальней Стала Гораздо Хуже Оплачиваться Особенно В условиях Кризиса В 90-е Годы Когда Юная Задиристая Девица Выбирала Свой жизненный Путь Журналистика Почиталась Делом Важным И прибыльным Телекомментаторы Создавали И губили Репутации Политических Лидеров Большие Чиновники Уходили В отставку Из-за Стрингерских Расследований Одним словом Пресса Действительно Была Четвертой Властью Потом Эпоха Публичной Политики Закончилась Началась Эра Тотального Канкана Про Четвертую Власть Никто Больше Не поминал Пресса Поделилась На две Половины Официозно Пропагандистскую И Ту Что Путая С проституцией Называют Древнейшей Из профессий С выживаемостью У Алтын Было Все в порядке Поначалу Она неплохо Приспособилась К новой Реальности Коли не Стало Общественно Политической Журналистики Алтын Перешла В сектор Честного Глянца Возглавила Автомобильный Ежемесячник Для женщин Но Комфортное Шеф-редакторское Кресло Чудесная Зарплата Хорошие Бонусы Плюс Каждый Месяц Новое Авто На Тест Драйв В последнее В последнее Время Стало Скрипеть И Шататься На Того И Гляди Совсем Развалится Журнал Сменил Владельца На Беду У Нового Хозяина Любовница Оказалась Страстной Автомобилисткой К тому же Девочке Захотелось Иметь Собственный Журнал В Ее Кругу Это Считалось Круто Через Некоторое Время Стало Ясно Что Дни Прежнего Шеф-редактора Сочтены Владелец Только и глядел К чему бы придраться Чтобы выставить Ее за дверь Алтын пока держалась Но иллюзии Не строила Надеялась Лишь на то Что владельцу Надоест Расставлять капканы И он уволит Ее по-честному То есть С выплатой Выходного пособия На эти деньги Можно будет Год-другой Перебиться Пока не подыщется Новая работа Однако Найти что-то Приличное Вряд ли Удастся Журналы Закрываются Штаты Сокращаются Безработных Шеф-редакторов В Москве Что пингвинов В Антарктиде Старушка Конечно Пассажир Тяжелый Сказала Николасу Жена Я тебя Сочувствую Но ничего Потерпишь В кои-то веки Сделаешь Что-то Не для себя Любимого А для семьи Бабуля На девятом десятке Она вышла На финишную прямую Вопрос Кому Достанется Приз Или она Завещает Свои миллионы Какому-нибудь Фонду По спасению Мухи ЦЦ Или вспомнит Что у нее Есть бедный Племянник У которого Двое Трудных Детей И без Пяти Минут Безработная Жена Пусть Старая Зараза Полюбит Тебя Последней Немеркнущей Любовью Сколько Николай Александрович Не возмущался Сколько Не стыдил Супругу За низменное Стервятничество Алтын Не устыдилась И напора Не ослабила Ничего Евгений Онегин Поехал же Пасти Своего Дядю А у Онигина Между прочим Детей Не было Оборона Магистра Рухнула Когда Тетя Синтия Сделала Мощный Ход Сообщила Что Совершит С племянником Лишь Первую Часть Маршрута До Острова Мартиника А там Останется Чтобы Пройти Курс Кактусотерапии Каюта Невероятный Двухэтажный Люкс С собственной Террасой Останется В полном Распоряжении Ники На оставшиеся Две недели Круиза К нему Смогут Присоединиться Жена И дети Перелет Тетушка Оплатит Тартуга Барбадос Аруба Пропела Алтын Водя пальцем По карте На халяву По системе Все Включено Не обольщайся Уныло Молвил Фондорин Понимая Что проиграл Знаю я эти Лайнеры Там одних Чаевых Раздашь Столько Что хватило бы На двухнедельный Отпуск В Египте Ты совсем Не думаешь О детях Обрушился На него Последний Добивающий Удар Когда еще Они смогут Побывать В этих Сказочных Местах А вот Синтия Лапочка О них Подумала Если уж Алтын Называют Тетю Лапочкой Дело Совсем Труба Подумал Тогда Николай Александрович Первая Встреча Железных Произошла Тринадцать Лет Назад Фондорин Привез Юную Жену В Лондон Показать Свой Родной Город Ради Такого Дела Выбралась Из Кента И тетушка Встретились В отеле Совой На знаменитом Тамошнем Послеполуденном Чае Синтия Вырядилась Будто Вдовствующая Герцогиня На эскотские Скачки Костюм В цвет Розового Жемчуга Несусветная Шляпа И все Должно Быть Желала Чтоб Московитка Осознала Весь Масштаб Свалившегося На нее Счастья Войти В такое Семейство Алтын Жа В ту пору Еще Числила Себя Стрингером И одевалась Согласно Имиджу Была Она В сандалиях И бесформенном Холщовом Балахоне Черные Волосы Украшены Разноцветными Индейскими Бусинами К этому Надо прибавить Огромный Живот С дозревающей Двойней По случаю Которой На Балахоне Были В кривь И в кость Нашитые Луна С солнцем Обе дамы Уставились Друг на дружку С одинаковым Выражением Снисходительного Недоумения Из самых Лучших Побуждений Синтия Сказала Она Искренне Верила Что Аристократический Стиль Поведения Сочетание Чопорности С бесцеремонностью Что ж Милая Пока Вы В положении Можете Носить То Что Вам Удобнее Но Потом Все-таки Придется Привести Себя В приличный Вид Имя Леди Фэндори Которое Вы теперь Носите Обязывает Отправляйтесь В отдел Дамского Платья Харотс Пусть К вам Вызовут Мистера Ламбета Скажите Что Мисс Борсхет Из Борсхет Хауса Попросила Сделать Вам Полный Гардероб Счет Можно Прислать На мой Адрес Окей Ответила Алтын На своем Бойком Но совсем Не Аристократичном Английском Заеду Чтоб Но вы Тогда Тоже Загляните Пожалуйста На Пикадилли В магазин Готический Ужас Пусть Вас Тоже Прикинут По-людски Сделают Татух На плечо И пирсинг На язык Да Еще Ляпнула Грубиенка Поднявшись Пойду я В номер А то Меня Что-то Подблевывает Минут Пять После ухода Новообретенной Родственницы Тетя Хранила Мертвое Молчание Потом Сдержанно Обронила Что ж По крайней мере Она способна Рожать Детей Кстати сказать На детей У Ники Была Последняя Надежда В отличие От жены Он не думал Что ластик С гелей Так уж Обрадуется Перспективе Карибского Плавания Сын И дочь У Николая Александровича Были Нестандартные Мало Похожие На других Подростков Перемена Характера И поведения Произошла С близнецами В нетипично Раннем Возрасте Лет с Десяти Сначала Брат А вскоре За ним И сестра Вдруг Стали Не такими Как прежде Пропали Непосредственность И веселость Оба Сделались Молчаливыми И скрытными О чем Думают Непонятно С родителями Не откровенничают А смотрят Иногда Так Будто Это Они Взрослые А папа С мамой Несмышленные Дети Николас Забил Тревогу Но Несклонная К панике Алтын Сказала Что это Раннее Начало Пубертата И что Сама Она В детстве Тоже Была Сущим Волчонком Ее Беспокоило Только Одно Ластик С гелий Стали Очень Мало Есть Мальчик Раньше Был Самым Низкорослым И щуплым В классе Но Девочка Всегда Отличавшаяся Отменным Аппетитом Тоже Осунулась На Треугольном Личике Остались Одни Глаза Нормальные Дети Измеряя Свой Рост Радуются Когда Прибавился Новый Сантиметр А эти Расстраивались Зачем-то Без конца Измеряли Объем Груди И талию Втягивая И без Того Впалые Животы Чтобы Не травмировать Детскую Психику Родители Сами Сходили На Консультацию К Специалисту И тот Сказал Что Это Не Вполне Типичная Симптоматика Легкого Подросткового Аутизма Подсознательный Страх Роста И взросление Со временем Пройдет Само собой А чтоб Не пострадало Здоровье Нужно Потихоньку Подмешивать В еду Питательно-витаминные Добавки Сначала Ожидания Николаса Оправдались Плыть на Океанском Лайнере Ни сын Ни дочка Не захотели Заявив Что им Это неинтересно Но Когда Алтын Стала Перечислять Название Островов Которые Посетит Корабль Ластик Зачарованно Повторил Барбадос Супер Я еду И я еду Эхом Откликнулась Геля Это все Джонни Депп Подумал Ника Насмотрелись Про пиратов Карибского моря Оставалось Утешаться Тем Что сыну И дочке Все-таки Не чуждо Хоть что-то Детское И магистр Смирился Со своей Участью В конце концов Одну неделю Можно и потерпеть В этом Даже есть Своя прелесть Ненадолго Вырваться Из привычного Мира Сменить Темп Отключиться От повседневных Забот Оказаться В размеренном Уютном Благопристойном Мире Где все Улыбаются Говорят Приглушенным Голосом А максимально Допустимое Проявление Эмоций Сухо Заметить Что ж По крайней мере Она способна Рожать Детей За время Обитания В полуумной Стране Своих Предков Бывший Подданный Ее Величество Привык К повышенному Расходу Адреналина И вероятно Жить в Англии Постоянно Уже не сумел бы Но Поскучать На британском Корабле Где намеренно Воссоздается И культивируется Атмосфера Былых времен Почему бы и нет Раз уж Все окружающие Так этого хотят Первые пять дней Плавания Более или менее Совпали С ожиданиями Николаса Но когда До Форт-де-Франсо Осталось Плыть всего сутки Тетя Синти Сначала Чуть не свернула Себе шею А потом Преподнесла Племяннику Сюрприз От которого Адреналин Так и забурлил В крови Однако Лучше Рассказать По порядку Для этого Удобнее всего Заглянуть В блог Который Николай Александрович Вел с первого Дня путешествия Дело это Было для Фондорины Новое В Москве У него Не оставалось Времени Вести Виртуальный Журнал Да и нужды Особенно Не возникало Обо всем Что произошло За день И что его Волновало Ник мог поговорить Вечером С женой Однако На период Недолгой Разлуки Он взял Обязательство Записывать Все маломальски Примечательные События В интернет Дневник Это живее И естественнее Чем слать Слать электронные Письма А реакцию Корреспондентов Получаешь Незамедлительно В виде Комментов Верная Секретарша Валя Наскоро Преподала Магистру Краткий Курс Благоведения Открыла Аккаунт И помогла Выбрать Ник То есть Прозвище С аватаром Визиткой Картинкой Фондорин Решил Назваться Длинным Джоном В честь Пирата Из острова Сокровищ Да Роман Что ли Заделался Мореплавателем Держит Курс Навест Индию Ну и Рост у него Тоже подходящий Метр девяносто девять Жену Приучать К такой форме Общения Не пришлось Она давно У себя В журнале Вела Шеф-редакторский Блог Ник У нее Болит Валя Та дневала И ночевала В интернете В последнее время Она причесывалась А-ля Грета Гарбо И приобрела Соответствующую Томность В манерах Но На стиле письма Это не сказывалось Будучи Девушкой Нетривиальной Судьбы И это еще Мягко сказано Валентина Получила Неупорядоченное Образование Бойко Тарахтела На иностранных Языках Но родным Владела Не твердо Особенно Орфографией Вот почему В свое время Она с энтузиазмом Подхватила Моду писать По-албански Где безграмотность Возведена В принцип Теперь Это дурацкое Причудо У приличных Интернет-пользователей Считается Дурным Тоном Но Валя Отказываться От албанского Упорно Не желала Или Не могла Итак Путевые Заметки Длинного Джона С комментариями Балида И Греты Гарбо Дурным Дурный 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 Продолжение следует...